Тумсу, а правда, что у вас аппараты стоят со снюсом? Прям можно купить как сок? Я не знаю, как их можно купить, но такие стенды в магазинах стоят с этим снюсом, это правда. Здесь в Швеции это очень популярная вещь, и мужчины и женщины все употребляют этот снюс, и он считается как как сказать, допустим, для курения есть отдельное место, отведенное место, не будет же так, что ты сидишь допустим в кабинете или на встрече такой и куришь, а вот снюс это такая вещь, они могут сидеть на деловой встрече, там совещание какое-то идет, а не раз этот снюс прям во время процесса его закидывают или убирают. Очень популярная тема. Я почти на всех допросах, которые у меня были в полиции, там, в СЭП, где угодно, на интервью журналисты, все я здесь наблюдал, они все употребляют и делают это прямо во время процесса. Пропытки не получается посмотреть, пишет, что доступ ограничен. Я в курсе насчет этого. Наверное, с этого и начнем. Давайте, значит, для начала поздороваемся. Бисмиллаху, альхамдулиллаху, ассалату, ассаламу аля, расуллиллаху, абаат, ассаламу алейкум, арахматуллаху. Значит, по поводу ролика ГУЛАГу нет. Последний ролик, который они выложили с этими пытками, они ограничили к нему доступ. Причина мне неизвестна, непонятна, я не знаю. Там написано, что сам автор ограничил к нему доступ, мне ютуб его заблокировал. По какой причине они это сделали, пока они вроде бы не объясняли. Ну, наверное, они скоро пояснят, я надеюсь, или восстановят доступ к этому ролику. На самом деле, я вам честно признаюсь, после просмотра этого видео, кадры оттуда просто не покидают мою голову. Это постоянно мелькает перед глазами. Я реально получил психологическую травму. Вот реально. Я человек, который как бы немало видел, и как бы две войны, и много чего на самом деле видел в своей жизни. Но даже меня это очень серьезно как бы впечатлило, и реально моя психика сломалась. Реально. Поэтому по-хорошему я должен был бы не рекомендовать вам смотреть это. Но это то видео, которое как бы надо посмотреть. Если вы его не посмотрите, если вы тоже не сломаете себе эту психику, вы не поймете весь масштаб происходящего в этих российских тюрьмах. Это надо как бы увидеть. Поэтому я надеюсь, что они восстановят этот доступ к этому ролику. И я надеюсь, что вы его посмотрите. Только детям его реально смотреть нельзя. Детям это ни к чему. Взрослые должны это увидеть, чтобы знать, как издеваются в этих российских тюрьмах, колониях над заключенными. Было бы хорошо, если бы это все еще посмотрели бы европейские чиновники, тоже сломали бы себе психику, чтобы знали, когда они отправляют людей, экстрадируют их в Россию, отдают там, когда депортируют тех, кто затем будет нам осужден, чтобы они знали, что с ними там будут делать. Каким образом в российских тюрьмах издеваются над заключенными? Как там построена вообще эта система? Что это за люди, существа, бесы, которые там сидят? Каково это? Как может человек это делать? Я не знаю. Я в Лаге это очень-очень тяжело. Я вот сидел и обдумывал. Я думал, что бы я вот с ними сделал с этими людьми, а какое им за это наказание? Как их нужно за это наказать? А я даже не знаю, как за это наказать. Это как-то за пределами, понимаете, вселенной, разума, где-то вообще. Я представляю, это ведь только то, что мы с вами увидели, то, что попало, понимаете, на камеру. То, что они специально снимали, чтобы таким образом шантажировать. Я начинаю представлять себе, а что происходит вне вот этой вот камеры, вне нашего внимания, то, что мы с вами не видели, сколько всего происходит. Я потом начинаю задумываться, а представьте, что они делали, российские солдаты, что они делали над нашими пленными, что они делали с нашими женщинами. Вот эти вот истории, которые рассказывают заключенные, что в соседней камере там насиловали наших женщин, что они это все слышали, наши женщины кричали, что эти вот сегодняшние вот эти сотрудники, вот эти вот герои России, как они покрывали, как они наблюдали за тем, как эти российские солдаты насилуют наших женщин, чеченских женщин, и охраняли, как сказать, покой этих российских солдат. Сколько таких историй. Они ведь это все знают. Ведь когда они насиловали наших женщин, включали специально рации, чтобы наши воины могли слушать, как насилуют наших женщин. Они включали эти рации и транслировали это в радиоэфире. Но ведь это также слышали не только наши воины, это ведь и сегодняшние вот эти вот кадыровские полицейские, там его гвардия, полки, шмалки всякие, вот эта вся кадыровская элита, они ведь тоже это слушали, они ведь тоже знают, что это все происходило. Вы понимаете, когда ты вот эти кадры посмотришь, когда ты увидишь то, что они там творят, то, что выложили, ГУЛАГу нет, у тебя сразу вот эта картина вся, как будто бы ты все это видел сам, слышал сам, у тебя все это перед тобой прям оживает это все, понимаете. Поэтому очень важно, я все-таки прошу, чтобы, я надеюсь, что они его разблокируют, и я хочу, чтобы вы его все-таки посмотрели. Сломали себе психику, но это надо сделать. И самое интересное, что кадыровская пропаганда вообще ни словом, ни делом никак это не комментирует. В последнем ролике, который выложили ГУЛАГу, нет вот тот ролик, о котором я говорю, который ломает психику, там чеченцы тоже фигурируют, там чеченцев тоже ломают вот таким образом. И нет никакого комментария, где ты, хранитель Корана, служитель Ислама, где твои, хотя бы как-то прокомментируя это, ладно там с этой Симоньян у тебя не получилось, пришлось дать заднюю, здесь скажи слово, как-нибудь, я не знаю, вы выступи, что-нибудь, скажи, что нет, слабо. Ну, почему такие вещи вы никак не комментируете? Почему твоя пропаганда не скажет, ладно, ты, может быть, тебе нельзя? Пусть твоя пропаганда хотя бы об этом скажет, пусть как-то осветит эту ситуацию. По всему СНГ стали известны пытки, но даже после этого власть России ничуть не обеспокоилась. Им плевать, прекрасно знают, что граждане послушные рабы. Если вы посмотрите этот ролик, вы поймете, что это такая ситуация, когда скандал должен быть на таком высоком уровне. Это не тот случай, когда должны наказать вот этих непосредственных насильников и начальника колонии, ответственного, я не знаю, как у них называются эти должности. Это ситуация, когда во всей стране просто переполох должен произойти. Когда, я не знаю, там президенты, бывают, должны уходить в отставки. Ну, как минимум, министр или руководитель этой службы в СИН должен уходить в отставку. Это просто, я не знаю, у меня нет слова, я не могу подобрать слова под эту тему. Это очень тяжелый гадр. Томсо, в 2024 пройдут выборы, как думаешь, пойдет Путин на еще один срок, если это возможно? Слушай, если они к тому времени не придумают какую-то новую фичу, типа, там, я не знаю, союзное государство, что-то такое, то, конечно, пойдет. Неужели вы думаете, он такой взял и в какой-то момент, как Ельцин говорит, я ухожу. Ну, да не, Путин, я думаю, не тот человек. Я думаю, Путин будет до последнего. Либо его уберут, либо он умрет. Так, по доброй воле, он оттуда вряд ли уйдет. Но, как вы знаете, я прогнозы делать не умею, не люблю это делать. Это чисто так мое мнение. Томсо, трудно ли выжить низшим слоям населения в Швеции? Или квартиру и машину может позволить каждый дворник и простой работяга? Ну, квартиру и машину, наверное, не может позволить себе. Бедные люди тоже наверняка есть. Но здесь очень хорошо устроена вот эта вот социальная сфера. И прожиточный минимум тебе обеспечат. То есть, социальные службы. Вообще, в Швеции это такой гибрид капитализма-социализма. Комуны, они здесь играют очень важную роль. Коммунизм, как вы знаете от слова коммуна. В общем, машины, какие-то дорогие гаджеты, все подобное, они наверняка себе позволить не могут. Но квартиру, жильем их обеспечат. То есть, бездомных я здесь вообще не видел. Жильем их обеспечат. Прожиточным минимумом их обеспечат. Остальное шиковать они, наверное, уже не смогут. Если хотят что-то покупать, машины, квартиры и так далее, им придется работать. Если будут работать, тогда смогут. Если человек работает, то для него открываются все вот эти вот блага, которые есть там во всем продвинутом мире. Типа рассрочки, там всякие кредитования, ипотеки. Но под благами я имел в виду не ипотеку, не кредиты этого. Не выносите мне, пожалуйста, такфир. Я имел в виду всякие социальные льготы, поддержка государства. Это все здесь есть для работающих людей. Но если ты не работаешь, то тебя будут просто давать этот прожиточный минимум. И постоянно тебя будут мотивировать, чтобы ты работал. Здесь себя так просто так же тоже не оставят. Типа давай вот на социалке, пока не умрешь. Мне здесь будут постоянно тебе напоминать, тебя будут напрягать всячески. Будут создавать тебе условия, чтобы ты слез с иждивения и стал работать. Если ты работоспособный. Если не работоспособный, если ты инвалид, допустим, или пенсионер, то у тебя никаких претензий. Ты можешь здесь кайфовать. Ты будешь полностью обеспечен. Субтитры создавал DimaTorzok